Любовь к сериалам очень легко объяснить. У всех нас есть потребность в эмоциях. И сериалы – это лучший способ их получить. Хоть и не все они одинаково хороши, но всё же они дают нам возможность испытать новые эмоции и взглянуть на свою жизнь под другим углом. И мы получаем наслаждение от этих прекрасных, добрых и наивных, фантастических и драматичных, прекрасных историй. Как правило, все они сделаны на совесть, с хорошим качеством звука, с интересными сюжетами и интересными героями. И этот сериал как раз является отличным доказательством всего этого. Сюжетная линия серии была столь увлекательной, что перестаешь смотреть на часы. И само время тоже перестает существовать. Сама же серия завораживает и не разочаровывает до последней минуты. А водоворот событий получился достаточно амбициозным и увлекательным. Весь эпизод было очень интересно наблюдать за тем, как развивались события. Актёры готовы, но не хватает одного важного элемента – звука. Без звуковых эффектов фильм или сериал могут не получиться, и зрители будут чувствовать, что чего-то не хватает. Вот тут-то и появляется искусство звукозаписи. Запись звуковых эффектов для фильмов и сериалов – сложный и увлекательный процесс. В котором участвует команда опытных профессионалов, работающих вместе над созданием захватывающего звука. Эти звукорежиссёры и так называемые специалисты по шумам фоли способны перенести нас в другой мир, дать нам почувствовать, что мы находимся прямо в центре событий. Представьте себе сцену, где персонаж идёт в лесу. Шуршание листьев под ногами, щебетание птиц, далёкий звук ручья. Все эти звуки должны быть тщательно записаны и наложены друг на друга, чтобы создать реалистичный и захватывающий звуковой опыт. Специалисты фоли используют различные реквизиты и оборудование, чтобы воссоздать эти звуки в студии. От хруста сельдерея для имитации звука ломающихся костей, до использования полотенца и пары обуви для создания звука шагов на разных поверхностях. Но звукозапись – это не только создание реалистичных звуковых эффектов. Речь также идёт об использовании звука для передачи эмоций и рассказа истории. Простая мелодия на фортепиано может тронуть струны нашего сердца, а внезапный взрыв музыки может заставить нас вскочить со стула. Звуковые эффекты могут создать напряжение и даже заставить нас смеяться. Одним из самых сложных аспектов записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов является запись звуков реальных ситуаций. Представьте, что вы пытаетесь записать звук автокатастрофы или грозы. Ждать, пока эти события произойдут естественным образом, не совсем практично. Вот где в дело вступают звукорежиссёры, использующие комбинацию записанных звуков и специальных эффектов для создания того самого желаемого эффекта. Искусство звукозаписи постоянно развивается, постоянно появляются новые технологии и приёмы. От использования бинауральной записи до разработки звукового дизайна виртуальной реальности – возможности безграничны. Кроме того, звуковые эффекты не ограничиваются только добавлением реализма или эмоциональной глубины сцены. Их также можно использовать для создания ощущения времени и места. Например, звук дискового набора телефона может перенести нас в прошлое, а потрескивание винила может вызвать ностальгию по ушедшей эпохе. Но несмотря на эти достижения, для записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов по-прежнему требуются значительные навыки и мастерство. Требуются годы практики и опыта, чтобы овладеть искусством фоли, понять физику звука и узнать, какие микрофоны и методы записи использовать в различных ситуациях. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства – это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимые впечатления. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формы искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же черты или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме «На средневековую тематику» костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный, задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или, может быть, это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которые объясняют их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидение таким захватывающим и непредсказуемым. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут переданы наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход – это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным, по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений, спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Актерское мастерство – это вид искусства, который веками очаровывал публику. От древнегреческих трагедий до современного кино, умение изображать эмоции и характеры на сцене или экране всегда высоко ценилось. Однако не все наделены природным талантом к актерскому мастерству, и многие могут задаться вопросом, почему это так? По своей сути, актерское мастерство требует сочетания врожденных способностей и приобретенных навыков. Наиболее фундаментальным аспектом актерского мастерства является способность убедительно выражать эмоции с помощью мимики, языка тела и модуляции голоса. Некоторые люди от природы одарены в этой области, обладая рядом выражений лица и жестов, которые могут передавать самые разные эмоции. Другим, возможно, придется много работать, чтобы развить эти навыки посредством практики и обучения. В дополнение к эмоциональному выражению актерское мастерство также требует способности понимать и воплощать характеры. Это означает возможность погрузиться в вымышленный мир и убедительно изобразить мысли, чувства и мотивы персонажа. Это требует высокого уровня эмпатии и воображения, которыми не каждый обладает в равной мере. Но одного таланта недостаточно, чтобы стать успешным актером. Это также требует самоотверженности, тяжелой работы и готовности учиться и расти. Актерское мастерство включает в себя ряд навыков, от анализа сценария и развития персонажа до вокальной подготовки и физических движений. Это требует часов практики и репетиций, часто без особого признания или вознаграждения. Только те, кто действительно увлечен своим ремеслом, могут упорно преодолевать трудности и неудачи. Будь то на сцене или на экране, актерское мастерство позволяет людям исследовать свои творческие способности, выражать свои эмоции и общаться с аудиторией мощным и осмысленным образом. Кроме того, важно понимать, что актерский талант может проявляться во многих различных формах. В то время как некоторые актеры могут преуспеть в драматических или эмоциональных ролях, другие могут блистать в комедийных выступлениях. Не существует универсального подхода к актерскому мастерству. Разные роли требуют разных навыков и талантов. Поэтому, хотя у некоторых людей может не быть естественной способности преуспеть в определенных типах ролей, у них могут быть другие таланты, которые делают их идеально подходящими для других типов выступлений. В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания. Именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма. Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей. Однако это непростая задача. Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить фильм. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры – управление логистикой съемок. Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое. Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям. Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – это управление актерами. Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми. Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики. В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – управление бюджетом. Кинопроизводство – дорогое удовольствие, режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета и в то же время создавать высококачественный фильм. Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо. Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение. Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера. Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение, могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах. А когда что-то идет не по плану, разочарования и досады могут быстро перерасти в агрессию. Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости. Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым. Когда вы видите своих любимых актеров на экране, вы можете задаться вопросом, что они делают весь день на съемочной площадке. Вы можете представить себе, как они потягивают латте в своих трейлерах, получают ретушь от визажистов или репетируют реплики со своими коллегами по фильму. Но правда в том, что актеры занятые существа. И для создания фильма или сериалов нужно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, актеры тратят много времени на подготовку к своим ролям. Это означает изучение персонажа, которого они будут играть, изучение сценария и понимание мышления человека, которого они изображают. Они могут встретиться с режиссером и другими актерами, чтобы обсудить своих персонажей и историю в целом. А также поработать с тренерами над совершенствованием своего акцента, физических движений или других навыков, которые требуются для их ролей. После начала съемок актеры проводят долгие часы на съемочной площадке, часто пребывая до рассвета и уезжая после захода солнца. Они могут часами снимать одну сцену, повторяя одни и те же реплики и движения снова и снова, пока режиссер не будет удовлетворен. В перерывах между дублями они могут пересмотреть свои реплики, перекусить или поболтать со своими коллегами по фильму, чтобы создать химию и дух товарищества. Но съемка – это не только гламурные моменты, которые вы видите на экране. Актеры также проводят много времени в ожидании. Они могут ждать, пока настроят освещение, настроят камеру или пока будут сняты другие сцены. Это время простое может разочаровывать, но это необходимая часть процесса. Актеры используют это время, чтобы отдохнуть, просмотреть свои реплики или просто понаблюдать за тем, что происходит на съемочной площадке. Помимо съемок, актеры также могут уделять время продвижению своих проектов. Это могут быть интервью с журналистами, выступления на ток-шоу или посещение премьер и мероприятий для продвижения своей работы. Эти действия могут быть утомительными, но они являются важной частью распространения информации о новом фильме или сериале. Кино и сериалы – это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможности испытать разные миры и форму развлечения, которые не похожи ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос, всегда ли фильмы и сериалы окупаются. На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падении рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема – вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов. И хотя они могут предлагать значительные суммы денег за право на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенной выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарования славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй – все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнения, бурлящие внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивление и удовлетворение. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма – сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Все, от режиссера до актеров и съемочной группы, играют жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей. Чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой. Но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Все эти факторы могут повлиять на количество дублей, необходимые для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни. Все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся. Каскадеры в фильмах и сериалах – невоспетые герои индустрии и развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательности действий, и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк – это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности. От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Написание сценариев для фильмов и сериалов – это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство – это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания – это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства о владении искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и чертами характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета, сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытания временем. Кастинг на роли в фильмах и сериалах – увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта. Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта. Успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить. Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным. Первым шагом в кастинге является определение ролей и характеристик персонажей. Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробные описания каждого персонажа. Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид. Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам. Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора. Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь. Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять ведение проекта и определить, какие актеры нужны. Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров. Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам. Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов. Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания. Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходят ли они для этой роли. Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк из сценария и иногда импровизацию. После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли. Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность. После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту. Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта. Когда все согласовано, актеры подписывают контракты, и проект продвигается вперед. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей, киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, трехмерными технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост стриминг-сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социально и политически сознательные фильмы. Поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить. Это клей, который держит всё вместе. Это двигатель, который увеличивает доход, и волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер. В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента. С таким количеством шума новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимание людей. Здесь на помощь приходит маркетинг. Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма. Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера. Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга. Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности, заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит. Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе. Показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше, маркетинговые кампании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте еще до того, как он появится на экранах. Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента. Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр. Именно маркетинговые кампании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте и инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории. Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов является продажа товаров, связанных с проектом. От фигурок до футболок фанаты любят демонстрировать свою любовь к своим любимым персонажам и франшизам. Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов. Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер, приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов. Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров. Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников, студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать. Когда фильму не удается окупить свой бюджет, это может иметь серьезные последствия для всех участников. Прежде всего студия, которая продюсировала фильм, понесет финансовый удар. Они вложили миллионы долларов в проект, который не окупился, и они будут изо всех сил пытаться возместить свои потери. Это может привести к увольнениям, сокращению бюджета и даже банкротству в некоторых случаях. Но не только студия страдает, когда фильм терпит неудачу. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы, работавшие над проектом, также могут столкнуться с последствиями. Неудачный фильм может повредить их репутации и затруднить получение работы в будущем. Однако влияние провального фильма не ограничивается только финансовыми потерями. Это также может оказать глубокое влияние на отрасль в целом. Если слишком много фильмов не окупит бюджет, инвесторы могут опасаться вкладывать деньги в новые проекты. Это может привести к уменьшению количества производимых фильмов и потери творчества в отрасли. Итак, в чем причина провала фильма? На это влияет множество факторов, в том числе плохой маркетинг, неудачное время и слабые отзывы. Иногда фильм просто не находит отклика у зрителей, как надеялись создатели фильма. В других случаях внешние факторы, такие как глобальная пандемия, могут полностью подорвать шансы фильма на успех. Но то, что фильму не удается окупить свой бюджет, не означает, что это полная катастрофа. Некоторые фильмы стали культовой классикой, любимой зрителями спустя долгое время после их первого выхода. И даже если фильм не имеет успеха у критиков или коммерческого успеха, опыт его создания все равно может быть ценным для всех участников. В конце концов, киноиндустрия – это азартная игра. Каждый раз, когда студия вкладывает в проект миллионы долларов, она рискует. Иногда этот риск окупается, а иногда нет. Но даже когда фильму не удается окупить свой бюджет, важно помнить, что всегда есть уроки, которые нужно извлечь, и новые возможности на горизонте. Одним из часто упускаемых из виду аспектов производства является звукозапись, которая играет решающую роль в конечном продукте. Захват звука во время видеосъемки – тонкое искусство, требующее квалифицированной команды профессионалов. От помощника-оператора, который держит микрофон на длинной стойке для записи диалогов, до звукорежиссера, который уравновешивает уровни различных звуковых дорожек. Каждый член звуковой бригады играет важную роль. Но захват звука не всегда прост. Окружающий шум, например, гул кондиционера или гул пролетающего самолета, может мешать диалогу. Актеры, которые перемещаются по съемочной площадке, могут создавать нежелательные звуки, отвлекающие от съемок. А съемки на открытом воздухе могут быть особенно сложными, так как ветер и дождь другие факторы могут ухудшить качество звука. Несмотря на эти проблемы, звукозапись является важным компонентом кинопроизводства. А благодаря достижениям в области технологий этот процесс стал более точным и детализированным, чем когда-либо прежде. От передовых микрофонов до сложного программного обеспечения. Профессионалы в области звука имеют в своем распоряжении множество инструментов для записи идеального звучания. Действительно, звукозапись – это часто недооцениваемый аспект кинопроизводства. Но без нее конечный продукт был бы неполным. Звуковые элементы постановки могут создать или разрушить сцену. А плохо записанный или смешанный звук отвлечет зрителей от истории и отвлечет внимание от общего впечатления. Помимо своей важности в кино и на телевидении, звукозапись также играет решающую роль в других формах медиа, таких как подкасты, компьютерные игры и виртуальные реальности. Каждый носитель представляет свои уникальные проблемы, но принципы звукозаписи остаются прежними. Это захват и обработка звука для создания увлекательного опыта для аудитории. Звукозапись – это не просто технический процесс, это вид искусства, требующий творчества, интуиции и глубокого понимания эмоционального воздействия звука. От тонкого шелеста листьев до оглушительного грохота взрыва. Каждый звук способен вызвать определенную эмоцию и улучшить историю, рассказываемую на экране. В мире, где технологии постоянно развиваются, профессионалы в области звука должны продолжать адаптироваться и вводить новшества, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями отрасли. Их мастерство и опыт могут остаться незамеченными, но их вклад в конечный продукт неизмерим. Приглушенный свет, попкорн в руках. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала – это любимое времяпрепровождение для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто нажать кнопку «Стоп» и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего, он не станет лучше. Мы все виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится. Но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно, он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений?